Правда ли у Гоголя был очень длинный нос? Как литературное чутье сделала из украинского парубка классика русской литературы? Почему путь к сердцу читателя он нашел через рот? А также умел ли Николай Васильевич ходить Гоголем? Неужели его знаменитое каре это парик? И дошло ли до наших дней настоящее изображение писателя? Разыскивается Гоголь В 1909 году, к столетию со дня рождения, было издано полное собрание портретов Гоголя Со времен юности, когда он еще носил двойную фамилию Гоголь Яновский и заканчивая годом смерти На ранних изображениях мы не сразу узнаем знаменитые черты классика Какой же он разный? То ехидный гимназист в форме, то невозмутимый баловень судьбы с залихватским чубчиком Вот нервный и сомневающийся в успехе автор, а вот модный щеголь с золотой цепочкой И, наконец, печальный философ, кающийся грешник Сам Гоголь признавался «У меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений» Как же выглядел Гоголь на самом деле? Какие удары судьбы поменяли его облик? Прямо сейчас мы проведем собственное расследование и попробуем составить портрет самого загадочного автора мировой литературы А также расскажем о тайнах, которые скрывают самые известные его изображения Нос Сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы Птичий нос Гоголя как нельзя лучше подходил к его фамилии, составляя с ней одно целое Ведь Гоголь и есть птица из семейства утиных Хотя, по мнению литератора Григория Данилевского, он был больше похож на другую птицу Так смотрят скровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно задумчивые аисты Даже если не представлять, как выглядел будущий писатель, его легко можно опознать по выдающемуся носу Вот он, юное дарование времен учебы в престижной Нежинской гимназии Семья Гоголей-Яновских жила в местечке Васильевка под Полтавой В роду были поляки, татары, украинцы и русские В гостиной висел герб польских предков Говорили все на украинском и на русском языках Маме, первой красавице здешних мест, Марии Косеровской, было всего 14 лет И она еще играла в куклы, когда к ней посватался соседский помещик Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский Николай родился через 4 года Из 12 детей Гоголей-Яновских выжили только шестеро Мария Ивановна души не чаяла в своем Никоше Его младший брат Иван прожил всего 9 лет Остались младшие сестры Мария, Анна, Елизавета и Ольга Единственный сын Отец семейства рано вышел в отставку Любимым увлечением стал театр Василий Афанасьевич сочинял «Вадевили» и ставил спектакли на домашней сцене своего богатого родственника Страсть к театру и сочинительству передалась Николаю Свой недостаток – выдающийся нос Он сумел превратить в бренд и выжимал из него максимальную пользу В гимназии часами сидел перед зеркалом, пытаясь носом достать до подбородка В школьном спектакле Николаю поручили роль скупого старика Когда вышел на сцену, зрители катались по полу от смеха Но с Гоголя долго оставался равнодушен к скучным и пресным школьным дисциплинам Труднее всего давались математика и иностранные языки Так в седьмом классе у него были ноль по французскому, кол по немецкому и кол по латинскому При четырехбальной системе оценки знаний Но исключительное чутье на литературу присутствовало всегда В складчину с друзьями Николай выписывал литературные новинки Как раз в то время начали печатать главы из Евгения Онегина Читали вслух После гимназии любопытный нос не дал засидеться на месте Развернул свой флюгер в сторону столицы Российской империи Став известным писателем, Гоголь с благодарностью напишет Мой нос очень добрая скотина И фактически посвятит ему целую повесть, которую так и назовет Нос Без носа человек черт знает что Птица не птица, гражданин не гражданин Чуткий и смешной нос Гоголя всю жизнь был визитной карточкой писателя Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше Ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра В 1995 году в Санкт-Петербурге на Вознесенском проспекте даже повесят барельеф с изображением носа Он выполнен из розового украинского мрамора, привезенного с родины Гоголя, весом в центнер Рот Одутловатые, мягкие губы В их неопределенных очертаниях выражались темные стороны его характера Литературный дебют Гоголя в столице обернулся провалом В 1829 году в петербургской типографии 20-летний писатель на собственные средства напечатал поэму «Ганс Кюхельгартен», написанную еще в гимназии Подымается протяжно в белом саване мертвец Кости пыльные он важно отирает Молодец! После разгромной критики забрал из книжных лавок весь тираж и сжег Своё авторство он предусмотрительно скрыл под псевдонимом В. Алов Путь к сердцу читателя Гоголь нашел через рот Героям первого сборника писателя «Вечера на хуторе близ Диканьки» не обязательно было возиться с ножом и вилкой Еда сама заскакивала куда надо В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх И как раз попал ему в рот В 30-х годах 19 века тема Малороссии была в моде Гоголь сразу оценил свои преимущества Во-первых, он там родился и был пропитан местным колоритом, как рождественский кекс с ромом А во-вторых, попросил свою матушку Марию Ивановну записывать и присылать ему местные предания Прибавьте к этому необычайный талант и чувство юмора Никоши И что получилось? После провала дебютной поэмы осторожный Гоголь перешел на прозу Скрывался за маской простодушного пасечника Рудова Панька Сочного, как арбуз, сладкого, как вишня и добродушного, как тыква От его имени сотворил мифологию целого народа Веселого, поющего, пляшущего, немного лукавого и пьяненького Герои Гоголя все время едят и пьют, пьют и едят А в перерывах катаются на черте, купаются с русалками И ищут в лесной чаще волшебный цветок папоротника Никогда до Гоголя так вкусно не ели в русской литературе И не веселились Он и сам любил поесть, обожал сладости, умел вкусно готовить Любимое лакомство – козье молоко Которое писатель варил особым способом, добавляя туда ром И приговаривал – Гоголь любит Гоголь-моголь Слава пришла к нему в 22 года Рецензию ко второму изданию «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Написал сам Пушкин Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться Глаза Небольшие кори глаза глядели ласково, но осторожно Гоголь придумал самые страшные глаза в литературе В 1834 году он сочиняет «Вий» – предпоследнюю повесть второй части нового успешного сборника «Миргород» «Подымите мне веки, не вижу» – загробным голосом пугает читателей чудовище Главный герой повести Хама Брут заглядывает ему в глаза и погибает от страха «Вий» – первый ужастик в русской литературе А глаза гоголевского монстра – портал в потусторонний мир, откуда назад дороги нет Нечисть в «Вии» – не только отвратительные упыри и жуткие вурдалаки У нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре – все ведьмы После разудалых вечеров на хуторе и более житейского «Миргорода» Гоголь пишет фантастические повести о безжалостном ледяном Петербурге где по ночам дьявол зажигает желтые фонари, а ожившие глаза с портрета пристально за всеми следят Два страшных глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его Глаза гоголя, как рентгены, просвечивали русскую жизнь и видели то, чего никто не замечал Овал лица Современники уверяли, в молодости круглолицый гоголь был не только румян и свеж, как майская роза Выражение лица выдавало плутовство Он любил приврать не хуже Хлистакова из своей комедии «Ревизор» Хвастался поездками, в которых никогда не бывал Любил важничать, ходил гоголем В 1834 году влиятельные друзья помогли устроить 25-летнего писателя в Петербургский университет Здесь Гоголь, подобно Хлистакову, целый год исполнял роль преподавателя истории, не имея должной подготовки и опыта Фразу Хлистакова «С Пушкиным на дружеской ноге» вполне можно приписать и Гоголю Проживая неподалеку от царского села, Николай Васильевич велел маменьке отправлять письма на адрес Александра Сергеевича На самом деле, захлеб с реформатором русского языка они не дружили никогда А Пушкин не был у Гоголя почтальоном, хотя однажды они и обменялись портретами Это гоголевский Пушкин, а это пушкинский Гоголь В 1835 году Гоголь попросил Пушкина подсказать ему идею комедии и пообещал, что она будет смешнее черта С барского плеча поэт одарил его сюжетом о молодом человеке, которого по ошибке принимают за ревизора В рекордные для Гоголя сроки, около двух месяцев, комедия была готова На премьере Николай Первый хохотал до слез, а выходя из ложи, сказал «Ну, пьеска, всем досталось, а мне более всех» Но сам Гоголь остался постановкой недоволен Актеры, по его мнению, исказили смысл комедии Превратили грандиозный замысел в пошлый водевиль А ведь он задумывал за одним разом посмеяться над всем Перед отъездом из России, где гения не поняли, как посчитал сам гений Его приятель Карл Брюллов нарисовал карандашом последний портрет молодого Гоголя Это трагический и вдохновенный образ писателя, который всеми мыслями был уже далек от родины Первый раз Гоголь сбежал за границу после разгрома Ганса, злосчастной дебютной поэмы Теперь устремился в Италию, о которой он вредил еще гимназистам Столица Италии в XIX веке – Мекка для русских художников Модный писатель среди них как свой Ходит на пленэр, любуется Рафаэлем и его картиной преображения Наслаждается видами древнего Колизея Услаждает вкус любимой пастой Дружит, радуется, смеется Новая жизнь меняет его не только внутренне, но и внешне Прическа всегда была эмоциональным камертоном Гоголя В Санкт-Петербурге он постригся под ноль, испугавшись деревенских баек Мол, в столице от местной воды выпадают волосы А потом прикрывал лысину париком, из-под которого торчала вата Став модным писателем, Николай Васильевич начал ходить к куаферам, парикмахерам и завивать высокий чуб – тупей Гоголем, таким, каким мы его знаем, он стал в Риме Сделал фирменное каре и отпустил усы На повестке – главный труд его жизни Гоголь не сомневается, что произведет фурор В Вечном городе он пишет русскую Одиссею, где главный герой – плут и мошенник, который скупает у помещиков мертвые души На это ушло 4 года В августе 1841 года он ставит последнюю точку Поэма «Мертвые души» обессмертило имя автора Не стал помехой даже председатель Московского цензурного комитета Петр Голохвастов, который хотел наложить на нее запрет Душа бессмертна, она не может быть мертвой Решение не успели вынести За Гоголя горой встал Белинский Лично отвез рукопись в Санкт-Петербург и передал в руки столичных цензоров В мае 1842 года поэма, хоть и с цензурными правками, напечатана в Москве В 33 года Гоголь уже живой классик и образец для подражания В 40-х годах XIX века молодежь стала стричься под самого модного российского писателя Посмотрите на портрет Некрасова Ну, вылитый он! Одежда Триумф Гоголя дополнила повесть «Шинель» Небольшое произведение развернуло всю русскую литературу к проблемам маленького человека Титулярного советника Акакия Акакевича Башмачкина Для него «Шинель» не просто форменная одежда Это его дом, подруга, общественный статус Лишиться «Шинели» значило лишиться права на жизнь Одежда много значила и для Гоголя Он любил красиво одеваться Сам краил себе невероятные шейные платки из кисии и батиста Вязал на спицах шапки и даже чулки Вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен Вместо сюртука сверхфланелевого камзола бархатный спензер Шея обмотана большим разноцветным шарфом А на голове бархатный малиновый, шитый золотом кокошник Весьма похожий на головной убор мордовок За яркими экзотическими нарядами скрывалась глубокая депрессия Поэма «Мертвые души» не закончена По одной из теорий Гоголь планировал написать три тома По аналогии с божественной комедией «Данте» Где первый том «Ад российской действительности. Царство мертвых душ» Второй «Чистилище». Третий «Рай» Но воплотить в жизнь грандиозный замысел никак не удавалось В поисках вдохновения и новых мыслей Гоголь, как его чичиков, снова и снова садится в экипаж Колесит по Европе Франкфурт, Дюссельдорф, Ницца, Париж Но идея, как воскресить мертвые души, все не приходит Писателя это сводит с ума Подрывает и без того слабое здоровье Впечатлительную нервную систему Гоголь рассказывал мне о странностях своей, вероятно, мнимой болезни Его будто бы осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи И нашли, что желудок вверх ногами Летом 1845 года Гоголь, по его собственному признанию, сжигает уже написанный второй том мертвых душ Перед этим пишет завещание, в котором просит не торопиться с его захоронением Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения Сердце и пульс переставали биться Никакой шопинг больше не радует С головой погрузившись в религию и возложив на свои хрупкие плечи миссию пророка Последние годы жизни Гоголь носит темную одежду, черный сюртук и шаровары Особые приметы Он держит в тонких пальцах правой руки изящную трость с костяным набалдашником Словно трость, пищае перо Упомянутая трость чуть не превратилась в руках Гоголя в монашеский посох Находясь в духовном кризисе, Гоголь дал себе обет уйти в монастырь, если смерть его все-таки минует Она миновала, а писатель в монастырь не ушел После сожжения ранней версии второго тома ощутил внезапный прилив сил Друзья писателя, как и вся Россия, с нетерпением ждали новой попытки Вместо этого в 1847 году Гоголь преподнес им, как литературную сенсацию, выбранные места из переписки с друзьями От привычного остроумия не осталось и следа Гоголь взял на себя роль проповедника, который призывает светских дам после чашки утреннего кофе читать псалмы Все журналы отозвались о ней, как о произведении больного и полупомешанного человека Писал литературный критик Боткин Кто-то упрекал Гоголя в гордыне, многие отвернулись От всех невзгод Гоголь вновь отправился в поездку, на этот раз в Иерусалим Решил, что не может продолжать писать, не поклонившись гробу Господню Но святая земля не исцелила душу Как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия Может, семейная жизнь залечит душевные раны? Но и тут его ждет неудача Единственная в жизни Гоголя попытка жениться на графине Анне Виильгорской закончилась скандалом По слухам, семья невесты отвергла писателя как неравного по происхождению Одно из последних описаний Гоголя незадолго до смерти принадлежит его доктору Алексею Тарасенкову Глаза сделались тусклы и впалы, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились Выражение лица стало неопределенное, необъяснимое Мне он показался мертвецом с первого взгляда Гоголь был жив, пока водил пером по бумаге и верил в возрождение души Ничтожный Плюшкин должен был отправиться собирать деньги на храм и дойти до Сибири Где встретиться с Чичиковым, которого отправили в ссылку как участника политического заговора По другой версии стать священником В три часа ночи 24 февраля 1852 года в доме своего друга, графа Александра Петровича Толстого У которого он жил последнее время Гоголь бросил в печь готовый второй том мертвых душ После этого отказался лечиться и принимать еду «Надобно же умирать, а я уже готов и умру» Он не дожил до 43-х лет, всего месяц Посмертная маска сохранила его улыбку Фотография Это единственная прижизненная фотография Гоголя На дагеротипе писатель запечатлен в окружении знаменитых архитекторов, художников, скульпторов Это близкие друзья Александр Иванов и Федор Моллер На пике творческого подъема Гоголь заказал им свои портреты Тщательно продумал образ, который оставит потомкам Позировал Моллеру с загадочной улыбкой По одной из версий у Гоголя был план Очутиться на знаменитом полотне Иванова рядом с Христом И кажется, у него это получилось В чертах приближенного к Иисусу явно угадывается нос Николая Васильевича Его рот, губы, овал лица Новый вид искусства – фотографию Писатель не понимал Считал, что в отличие от живописи, камера не может заглянуть человеку в душу В 1845 году в Риме пионер русской фотографии Сергей Левицкий С огромным трудом упросил Гоголя сфотографироваться Так он и выглядел в действительности Впервые уникальный догеротип был опубликован спустя 20 лет После смерти гениального русского писателя с подписью «И Рим, и Россия, и Гоголь надо всем» Гоголь оставил нам свою великую литературу и главный завет Будьте не мертвыми, а живыми душами Девушки отдыхают Продолжение следует...